Октябрь 1796 года. Прошло полгода с тех пор, как генерал Наполеон Боннабарт принял командование французской армией в Италии. За это время он провел ряд блестящих операций против австрийцев и выиграл несколько сражений. Теперь, похоже, он близок к окончательной победе. Он оттеснил австрийские войска с равнин Северной Италии в сторону Альп. В то время как его войска взяли в осаду большую крепость город Мантуи, ключ к Италии. Непомерно большой австрийский гарнизон Мантуи находится на грани голода и поражен болезнями. Наполеон призывает его командующего, фельдмаршала фон Вурмзера, сдаться. Храбрецы должны смотреть в лицо опасности, а не болотной чуме, упрекает он. Но Вурмзер – крепкий старый ветеран. Он не сдастся, пока остается хоть какой-то проблеск надежды. И он знает, что на севере Австрия собирает свежие войска для марша к нему на помощь. Правда, многие из них являются граничарами, разновидностью пограничного ополчения Габсбургов, плохо обученного и не располагающего офицерами. Но они помогают довести численность австрийской армии до 44 тысяч человек. А руководить ими будет фельдцейхмейстер Йозеф Альвинци. 61-летний венгр когда-то был военным наставником самого императора Франца, и его считают старательным, упорным и храбрым. Он и его штаб разрабатывают планы нового наступления для спасения Вурмзера и Мантуи. Альвинци и Квозданович поведут главную колонну численностью 26 тысяч солдат из Фриули в Бассана, а затем в Мантуи. Корпус Давидовича, усиленный до 18 тысяч солдат, займет Трента и двинется на юг через долину Адиджа. При первой же возможности эти две армии соединятся. Тем временем Вурмзер, который может собрать всего 12 тысяч солдат из гарнизона Мантуи, предпримет множество мощных вылазок, чтобы сковать как можно больше французских частей. Наполеон, напротив, получил очень мало подкреплений из Франции. Его изможденные дивизии страдают от болезней и нехватки людей, и по всем фронтам их превосходят в численности. Альвинцы начинают наступление 22 октября. На следующий день начинаются ливни, которые заливают солдат, разливаются реки и превращают дороги в грязь. В это время Наполеон удовлетворенно наблюдает за тем, как враг продвигается вперед в таких условиях, зная, что эти усилия истощат его пехоту и нарушат снабжение. 2 ноября начинаются бои к северу от Тренда, где Наполеон приказал Вабуа атаковать. Он хочет сковать Давидовича, но Вабуа сильно уступает в численности, и его атака проваливается. Вабуа начинает отступать в Калиана, а Массена сдает Бассана и отходит к Веченце. Однако наступление Альвинца затянулось, замедленное проливным дождем и плохой физической подготовкой его рекрутов. А Наполеону не свойственно так долго оставаться пассивным. Когда австрийцы переходят Бренту, он приказывает Массена атаковать дивизию генерала Лептая у Фонтанивы, а Ажеро атакует Гагенцоллерна у Бассана. Французы предпринимают десятки отдельных атак. Но, несмотря на плохую дисциплину на марше, австрийские новобранцы держатся стойко и сражаются отчаянно. Вторая битва при Бассане, потери в которой составили около 3000 человек с каждой стороны, стала самым кровопролитным днем в итальянской кампании и неудачей для Наполеона. Спустя несколько часов он получает ужасные новости от Вабуа. Во время тяжелых боев у Калиана часть хорватских войск проникает за французскую линию, вызывая панику и бегство. Вабуа теряет почти половину своей дивизии убитыми, ранеными и пропавшими без вести, прежде чем ему удается перегруппироваться в Ириволи. Французы отступают по всем фронтам. И если Наполеон не придумает ничего выдающегося, он, похоже, обречен на крупное стратегическое поражение. Положение Наполеона опасно, но осторожное продвижение врагов дает ему некоторую передышку. Проходит целых четыре дня, пока Альвинци и Давидович согласовывают свои дальнейшие действия. Наполеон не потерпел бы такой задержки, будь он на противоположной стороне. Когда австрийцы, наконец, переходят в наступление, оно оказывается неудачным. Авангард Гагенцоллерна подходит к Вероне, чтобы разведать сообщения об отступлении французов. Это изолированное подразделение слишком заманчиво для Наполеона, чтобы его игнорировать. Он приказывает Ажеро и Массена атаковать. В результате нападения австрийцы несут потери в 400 человек. Но Гагенцоллерн бежит на холм у Кальдьеру. На следующий день Наполеон приказывает возобновить атаки. Но условия оказались ужасными. Французы поднимаются вверх по склону под проливным дождем и градом. Их сапоги скользят в грязи. Их обстреливают австрийцы, окопавшиеся на вершине холма. Около полудня 32-я полубригада полковника Дипюи наконец-то поднимается на холм. Похоже, что французам удастся выбить австрийцев с их позиций. Но тут начинает пребывать австрийская армия, чтобы поддержать натиск дивизии Гагенцоллерна. Французы оказываются под угрозой обхода с обоих флангов. Они занимают новые оборонительные позиции и держат оборону до темноты. Затем Наполеон решает отступить к Веронии. Это было безоговорочное поражение французов. Первое поражение Наполеона в бою. На следующий день он в ярости пишет директории в Париж. Он не сомневается, что именно они виноваты в его поражении, поскольку неоднократно не присылали подкрепления. Мы находимся на грани потери Италии. Ожидаемой помощи так и не поступило. Итальянская армия, сократившаяся до небольшого числа людей, измотана. Герои Лоди, Миллезиму, Кастильони и Бассана погибли за свою страну или лежат в госпиталях. У людей не осталось ничего, кроме репутации и чувства гордости. Мы брошены на произвол судьбы в глубинах Италии. Но, несмотря на кажущееся отчаяние, Наполеон уже разработал план ответного удара. Потрясающе смелый шаг, который породит одну из величайших наполеоновских легенд. Австрийцы надвигаются на Верону. Наполеон решает рискнуть всем, предприняв дерзкую внезапную атаку. Оставив Маккара прикрывать Верону, он вместе с остальной армией двинется на юг, пересечет реку Адиджа и двинется на север, угрожая перерезать коммуникационные линии Альвинцы, захватить его артиллерию, провиант и снаряжение. Такие потери вынудят альвинцы отказаться от наступления. За ночь Ажеро и Массена пребывают в Ранко незамеченными. Люди Ажеро пересекают Адиджа по понтонному мосту и начинают двигаться на север. Но из-за болот со всех сторон им приходится держаться узкой, укрепленной дамбы шириной всего 20 метров. И когда они достигают Аркали, где им нужно пересечь мост, чтобы продолжить движение на север, они обнаруживают, что его удерживают два хорватских батальона. Находясь под сильным обстрелом, французские войска укрываются прямо у дамбы, за его обратным склоном. К ним направляется подкрепление, но они оказываются прижатыми огнем с дальнего берега. Утром полковник Лан выписался из госпиталя, чтобы не пропустить сражение. Теперь он пытается возглавить атаку, но получает ранение в ногу. Пылкий Ажиро отказывается признать поражение и отдает приказ о новой атаке, но его люди измотаны и деморализованы, а три генерала ранены. Атака на Аркали застопорилась. Услышав выстрелы с юга, альвинцы предполагают, что французы затеяли хитрость, чтобы отвлечь его от запланированной им же атаки на Верон. Но затем приходит тревожное известие, что французы переправились через Адиджи и находятся за его левым флангом. Он посылает две бригады для атаки французского плацдарма и направляет Митровского на подкрепление в Аркале. Дивизия Массена, двигаясь на северо-запад для защиты фланга наступления, сталкивается с австрийцами у Бионде. Поначалу австрийцы одерживают верх, но катастрофический инцидент с дружественным огнем вызывает панику, и Массена оттесняет австрийцев назад по дамбе. Наполеона все больше беспокоит задержка в Аркале. Если им не удастся прорваться, у альвинцы будет достаточно времени, чтобы передислоцироваться и помешать любому продвижению. Теперь он приказывает генералу Гийо взять два полка, переправиться через Адиджи у Альбореда и везти их вверх по восточному берегу реки Альпоне, чтобы ударить по Аркале с юга. Сам он едет к мосту, чтобы попытаться начать атаку. Он обнаруживает сотни французских солдат, укрывшихся за дамбой, не желая встречать австрийский огонь. Генерал Ажеро хватает штандарт и начинает наступление. Это весьма романтизированное изображение было написано два года спустя. «Гренадеры!» кричит он. «Идите и покажите свои знамена!» В действительности ни у кого не хватило смелости последовать за ним. Затем командующий итальянской армией сам выхватывает саблю, поднимает штандарт и бежит вперед. Повсюду ведется изнуряющий огонь. Несколько человек падают ранеными. Его адъютант, полковник Мюйрон, убит. Другой адъютант, польский офицер по фамилии Сулковский, вспоминает. «Солдаты видели его, и никто из них не последовал за ним. Я был свидетелем этой необыкновенной трусости и не мог этого понять». Французская пехота отказывается следовать за своими офицерами, в результате чего штурм моста заканчивается провалом. Вовремя предпринятая австрийцами контратака отбрасывает их назад по дамбе. Во время боя лошадь Наполеона падает. Он сваливается в болото, и его приходится вытаскивать адъютантом. Вечером генерал Гийо начинает атаку на Аркале с юга. С этой стороны оборона не столь грозная, его люди с боем пробиваются в деревню. Аркале наконец пал. Но этой ночью люди Гийо получают приказ отступать. Наполеон готовится к отступлению. Если Давидович, как он ожидает, продолжил свое продвижение по долине Адиджа, Наполеону придется отступить, иначе ему грозит окружение. Его смелый маневр, похоже, провалился. В 4 часа утра Наполеон получает донесение из Ириволи, которое все меняет. Вабуа не только по-прежнему удерживает город, но даже еще не подвергался нападению. Путь отступления Наполеона остается безопасным, по крайней мере, еще несколько дней. Это все, что ему нужно для уверенности. Он немедленно отменяет отступление и отдает приказ о наступлении. Наполеон утратил элемент неожиданности. И теперь альвинцы планируют собственную контратаку. За ночь его войска продвигаются вперед. Провера к Бельфьоре, Метровский возвращается в Аркале. Перед рассветом обе армии начинают движение. Массына посылает в болотистую местность отряды застрельщиков. Когда австрийцы прибывают на дамбу, они становятся легкой добычей. После острой схватки, в которой погибает австрийский генерал, люди Массына теснят врага. Ажиро, однако, не может подобраться к Аркале. по дамбе по-прежнему стреляют из мушкетов и пушек австрийцы с другого берега Альпоне. Наполеон приказывает войскам переправиться вниз по течению у Альбореда, но австрийцы теперь прикрывают место переправы двумя батальонами. Попытки французов переправиться через реку на лодках или вплавь оказываются безуспешными. Второй день битвы заканчивается патовой ситуацией. Многие солдаты вынуждены разбить лагерь среди болот и искать пропитание и возможность отдохнуть. Наполеон попытается прорваться еще раз, но времени у него остается все меньше. Давидович, который к этому времени получил от львинца несколько настоятельных требований перейти в наступление, наконец атакует 17 ноября. Ослабленная дивизия Вабуа разбита. Австрийцы берут риволи и тысячу пленных и почти захватывают самого Вабуа. Когда Давидович наконец-то движется, Наполеон должен добиться успеха в Аркале или отступить. Мост в Аркале оказался чересчур труднопроходимым, поэтому Наполеон меняет тактику. Дивизия Ажеро перейдет через Альпона и атакует Аркале с юга. Другая колонна будет отправлена на 16 километров южнее, чтобы переправиться у Линьяга, а затем помчаться по восточному берегу, чтобы оказать ему поддержку. Массена будет продвигаться вверх по дамбе для поддержки, одновременно защищая левый фланг. Этой ночью французы наводят понтонный мост через Альпоны. Перед рассветом дивизия Ажеро начинает переправу. Но на рассвете австрийские артиллеристы в Альборедо замечают мост и попадают в него, выводя его из строя. Через мост переправляется только 51-я полубригада, которая тем не менее начинает наступление на Аркале. Продвижению Массена также мешает разрушенный понтонный мост. В довершение к этому австрийцы начинают атаку на слабый французский плацдарм. Наполеон собирает все имеющиеся орудия для обстрела австрийцев и те отступают под шквальным огнем. мосты быстро восстанавливаются. Но по мере продвижения французы сталкиваются с упорным сопротивлением по обе стороны Альпоны. Кровавое сражение разворачивается вдоль дамб. Ни одна из сторон не может ни развернуть свои войска, ни получить преимущество. Около 15.00 прибывает французская колонна из Линьяга, угрожая охватить австрийский фланг. Как раз в тот момент, когда кажется, что Аркали вот-вот падет, австрийцы начинают яростную контратаку через мост. Бригадный генерал Робер убит. Его войска в беспорядке отступают. Паника охватывает войска. Люди Ажеро теряют самообладание и отступают к мосту. Критический момент настал. Но в то время, как противник только что использовал свои последние резервы, Наполеон может использовать незадействованные войска Массена, включая элитную 32-ю полубригаду. Их внезапная контратака переломит ход событий. Люди Массена проносятся по дамбе, беря десятки пленных. А дивизия Ажеро возобновляет наступление. Когда они приближаются к Аркале, Наполеон прибегает к небольшой хитрости. 25 человек из его элитного эскорта заходят с востока, трубят в горн, чтобы изобразить массовую кавалерийскую атаку. В вечернем свете этого достаточно, чтобы напугать оставшийся гарнизон и заставить его покинуть деревню. Пока французы продолжают наступление, Альвинцы приказывают своей измотанной и деморализованной армии отступить на восток к Монте-Белло, чтобы защитить свои линии коммуникаций. Трехдневное сражение при Аркале было тяжелым и кровавым. Без особых тактических изысков. Наполеон одержал победу с небольшим перевесом. Треть его армии погибло. Но на данный момент он сделал достаточно. Альвинцы отступает, но Давидович по-прежнему представляет угрозу. На следующий день Наполеон в привычном темпе отправляется с дивизией Массена на подкрепление в Аббуа. Ажиро идет другим путем, чтобы угрожать линии отступления австрийцев. Последовавшее за этим замешательство между Альвинцы и Давидовичем граничит с фарсом. Альвинцы пишет командиру корпуса, сообщая, что поддержит его, возобновив наступление. Но Давидович, узнав о поражении при Аркале и находясь под прямой угрозой Наполеона, уже отступает. Однако, получив письмо Альвинцы, он пытается развернуть свою армию, что приводит к такому хаосу, что ему приходится немедленно отменить этот приказ и возобновить отступление. В итоге обе австрийские армии вскоре отступают. В этот момент старый доблестный Вурмзер выбирает момент, чтобы начать вспомогательную атаку из Мантуи. по крайней мере, ему удается получить столь необходимые припасы ценой восьмисот человек. Это была тяжелая кампания для Наполеона. По некоторым оценкам, он потерял больше людей, чем австрийцы. Он потерпел первое поражение в сражении и одержал дорогостоящую тяжелую победу при Аркале, но он одержал победу и отбросил врага. Более того, его героическое поведение на мосту в Аркале вскоре обретет собственную жизнь. Художники и памфлетисты превращают слегка приукрашенную версию событий в сенсационный материал для пиара, который захватывает Францию. При активном содействии Наполеона мир становится свидетелем рождения наполеоновской легенды. Могучей силы, которая будет вдохновлять на верность и преданность еще долгие годы. Пока что обе армии располагаются на зимовку, поскольку декабрь принес в северную Италию лютый холод и обильный снег. В Мантуе австрийский гарнизон находится на пределе своих сил. Надвигается голод. Но Вурмзер намерен держаться до последнего. У австрийцев будет последний шанс спасти город. Последнее наступление, которое решит исход войны в Италии. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и обязательно поделитесь им со своими друзьями. У нас есть телеграм-канал, группа ВКонтакте и Дзен. Ссылки будут в описании. Подписывайтесь, там мы будем выкладывать интересные материалы по истории, а также сообщать о выходе новых роликов. А если вы оформите подписку на густе, то получите ранний доступ к новым видео, а также упоминания в конце видео. Отдельная благодарность Ивану Семкову.